Приветствую вас, Дмитрий, смотрите, вы пытаетесь понять человека, ну другого человека, вы пытаетесь понять женщину, но она, скорее всего, сама не очень хорошо понимает, для чего все это делает, вот, и как быть в такой ситуации, если она сама не знает, как вообще, что делать, вот, поэтому здесь вся тонкость заключается именно в том, чтобы вы ориентировались на себя, а не на неё, и чтобы вы смотрели, например, на то, что вы хотите, на то, что вам нужно, а не на то, к примеру, что делает женщина, вот, потому что мысли читать мы не умеем, даже ваши, что уж говорить про другого человека, вот, ну вы пишите, что вам это уже нравится, она старшивается, у неё двое детей, она работает рядом с домом, на работе стесняется, пройди к ней, ну вот вопрос, почему стесняется, да, вот, с чем связано с ней, с этим нужно собраться, может быть, тем самым, она не отвечает на сообщение, намекает, ааа, так, ну здесь выгадаете, как вы думаете, что мне с этим делать, и что это такое самое новое, с вами, вероятно, влюблённость, или страсть, ну вот, то есть тут нужно смотреть, смотреть, и работать с вашими чувствами, аа, значит, так как вы думаете, льстит ли ей внимание более молодого парня, чем она, опять же, это гадание мыслей, с моим советом, что написать ей в социальных сетях, опять же, здесь вы проявляете свою неуверенность в себе, что вы сами хотите написать, вот, она меня, в принципе, знает, общается с мной, на вы, деликатная и тактичная смелость, не хватает, заговорить, потому что красивая, не знаю, замужем ли она, как, понятно, как у руки, обращаясь на концу на носу, ну, смотрите, если у вас красота лишает смелости, да, вот, то, ну, вы придаёте чрезмерные значения красоте, вот, так здесь потребностная сфера желания ваше требует проектировки, требует исследования, вот, можете что-то подследовать или подсказать, только поработать с собой, взять пару консультаций, разобраться в себе, снизить значимость девушки для вас, вот, и тогда вы более свободно и более естественно можете себя проявить, узнаете, как она к вам относится. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи!